Ощущение гамма Ощущение всегда волнительная процедура. Как мы знаем, преступников всегда тянет на место преступления. Позвонить в колокольчик, спросить, тут живет старуха, а институт, тут дорубить ее топором. Есть тревожность, как там ребята, что из них выросло. Может быть, окончательно отупели или наоборот, выжили из ума, как я. А может, как у юма двадцать лет спустя. Думали, что Арамис опустился, пьет горькую, а вот чистенький, с огненным взглядом, моложавый старичок. А Портос все так же. Мечтает о дворянстве и душу продаст ради титула. То есть оказывается, что души и всякие там внутренние бзики не стареют, облагораживаются. И достатки утончаются. По крайней мере, в литературе. В реальности все может быть иначе. То есть шеврот-набор. Уже ходят слухи, что наша тупая революция выродилась в контрреволюцию. И вместо веселого пакуизма и постмодернизма наблюдается плохо чисток и чека. Бюрократизма. В духе Паниковского. А ты кто такой? От Володи Козина я уже получил оповедь. Если ты думаешь, что мы марионетки, а ты папа Карло, то глубоко заблуждаешься. Мы не были уродилами. Видимо, какая-то муха его укусила. На всякий случай я беру с собой предсмертную записку. А то мало ли что. Вот она. А по факту это не возвращение. А наоборот, встреча с памятником, с выставкой. Поставленным на могиле, заросшей крапивой, повеликой земляникой, новым тупым. И в этом есть высокий сюрприз. Попить шампанского на собственной братской могиле. Испытываете ли вы сожаление, что группа существовала всего 6 лет? Думаю, что все участники ответят нет. Не испытываю ни малейшего сожаления. Огромное облегчение. Во-первых, 6 лет это очень много. За это время вполне можно раскрыться, сказать или сделать то, что было нужно. За 6 лет с умлям можно стать хирургом или ледчиком. А уж исследовать акционизм, перформансизм на собственной шкуре и подавно. Второе. Все участники все-таки остались живы. И каждый по-своему несет в себе ту первоначальную групповую тупость. То есть тут тоже нет потерь. И третье. Все тупые. Народ довольно циничный. Это в характере. Когда, например, ты цинична. Е, В, Е, Ш, мягкий знак, деревья. То это закаляет. И чувство сожаления о каких-то мнимых, упущенных возможностях. И вскрики, продлись очарованием. Не может всерьез терзать душу. Сожаление это не творческое чувство. Скорее паразитарное. Ну и надо быть справедливым. Иметь такт. Меру во всем. 6 лет и уходи со сцены. Дай возможность другим ее пользоваться. Вот действовали бы тупые еще 15 лет. До сегодняшнего дня. И не было бы организации паразит. И примерно 121 человек художников были бы нами обездолены. Мы бы просто напустили их на сцену. А сейчас 120 паразитов отлично себя чувствуют. И многие из них счастливы. Или диссертация Эльзы Абдулхаковой. Сравнительный анализ тупых паразитов. И не с кем было бы сравнивать. И диссертации бы не было. И этой бы юбилейной выставки видимо тоже. А так все это есть. Зерно должно умереть. Чтобы нести плоды. Это известная истина. Не истина, а природный агрономический факт. Но сам под смысл вопроса я понял. Мы могли бы здорово распутиться. Сделать бренд. Открыть художественную школу. Войти в политику. Снимать фильмы про себя. Искресить весь мир. И так далее. Но это же страшная нагрузка. И ради чего? Ради карьеры. И вот тогда бы наступила настоящая смерть. Хулигановы стали чиновниками. В галстуках. За хозами в нарукавниках. Спекулянтами в черных очках. Синие носы. Кстати сказать. Из этой художественной серии метаморфоз. Миф все-таки намного ценнее карьеры. Потому что редко встречается. Что дала вам группа? Как изменила и изменила ли? Что? Золотой ключик от искусства. Которым открываются все замки и двери. Бытия и ничто. Слава в русских кругах. Символическое расширение. Опыт трансгрессии. Защиту от серьезности. Скажешь, например, я из новых тупых. И весь народ уже смеется. Внутренне уважают дурака. Что еще? Осуществление мечты об авангардном театре. Я же с детства мечтал о театральной деятельности. Еще с санитом. Где я не был зайчиком. Меня не взяли на эту роль. И, видимо, я сильно обиделся. И долго шел по жизненному пути к этой роли. И, наконец-то, благодаря труппе новых тупых, ее сыграл. То есть, от души попрыгал на подмостках. А осуществление мечты, конечно, изменяет саму первоначальную личность. Например, после тупых я вдруг начал толстеть. Как вы видите роль художника в группе и роль группы в жизни художника? Моё мнение, что в этой дилемме нет большого смысла. Как вопрос о форме сдержания. Или автор пишет на языке, или язык пишет автором. Сама логика вопроса из просвещенческой эпохи. Вертикальной или субъективисткой. Будто группа отдельно, художник отдельно. Я думаю, что каждый участник делал свое. Имея в виду общее дело. То есть, мыслил себя в объеме. Как Бог. Один и единственный, и единящий, и всеобъемлющий. Например, Флягин вдруг стал писателем манифестов. Козин куратором этой его мышеловки. Я архитектором городской среды. Это литейный комар. Просто Володя его изогнул из проволоки, как бывший скульптор. Максим из философа стал репортером и брал у нас интервью. А не ему у него, чтобы спросить о чем-то важном. А Панин из дизайнера превратился в философа за братой. Ну и так далее. Это говорит о расширении границ. О расширении авторского эго. О стремлении к сверхъя. Это коллективная штуковина. Поэтому слово художник в старинном понимании здесь неуместен. У новых тупых некоторый неясный трансперсонализм присутствует обязательно. Сначала он присутствовал, но постепенно, со временем, стал четко оформляться. Некоторые наши ломки сознания как раз были связаны с этим переходом от художественного эгоизма к более свободным, продуктивным, с точки зрения некоторой новости, формам творения. Это заблуждение, что одинокий художник более свободен в самовыражении, нежели художник в компании. Наоборот, одиночка адекомен всей культурой. А в группе художник испытывает прессинг от трех-четырех человек, которые почти что одной группы крови и психики. Если вообще испытывает, потому что тупые друг другу не указывали, делай что хочешь или не делай что хочешь. Но и сама группа была не ради себя, а ради общей художественной атмосферы. Чуть ли не ради будущего. А будучи футуристами, о себе вообще не заботиться. То есть мы не были чистыми художниками. Были фигурами, духами. А у духов нет привязки к личности. Поэтому так безжалостно, тупые, насмехались над настоящими художниками. Такими скупыми рыцарями своего ремесла. Экоцентриками старой школы типа Тимура Новикова. И вот этот альтруизм и был симпатичен и непонятен. Они что сошли с ума, когда мы тут все боремся за свои светлые юницы при нашей жизни. Это Козин мне однажды рассказал, когда подслушал такое о себе, наверное, сажу. Отчего, на ваш взгляд, опыт новых тупых важно показать сегодня. Завтра, видимо, будет поздно. А вчера еще было рано. И поэтому 20 группы – это юбилей. И, возможно, только в этом есть какой-то микроскопический смысл. У нас же любят юбилеи. Но и это вопрос кураторам. Им, видимо, виднее, в чем тут сама интрига. На мой взгляд, тупых можно показывать в любое время. Особенно летом они хорошо смотрятся. Совпадает с сезоном отпусков, безделья, маленьких частых радостей. Типа уденья рыбы, сенокосом, браконьерством, загоранием на солнце. Ну и, конечно, тут политика. Сейчас идут гонения на перформансистов, на девочек, на мальчиков. И тупые – это такая фига в кармане. В сторону наших властителей идут. И, наверное, больше не осталось никаких надежд на Министерство образования и культуры. Сколько можно спекулировать на народных костюмах, на расписных ложках и медведях с плюсками меда. Даже черный квадрат – это икона русского авангарда – сдулся, оказался подделкой, фикцией, шуткой. Чем гордиться? И вообще, какова национальная идея, то есть идея русского духа? И вот шанс сделать тупых стоянием нашей Родины, отчизны. А высь тупые смогут поправить имидж современной России, открыть ее подлинное, самобытное, самородное, эксклюзивное лицо. Нельзя же сказать, что эта выставка случайна. Что наш главный куратор Петр Белый сошел с ума или просто с ума сбрут. Джентльмен удачи. Нет, это большая культурная стратегия. Найти русскую идентичность через фигуры современного русского искусства. А тупые – это русский дух, тут чудеса, тут леший бродит, колдун несет богатыря. Тут вся русская культура – Акакий Акакевич, Павакума, Глобов, Скоморохи, Лубок, Абариут, Ничевоки, Дарбул, Щир, Обещу, Скум. И Хлебниковский замах на космичность. И общее дело, тупые – это клинтестенция русского исторического духа. Уксус 90 градусов от 90-х, а не костюмы с густыми и караваями, самоварами, танками и иконами. Если искать национальную идею и идентичность к ней, то поищите поближе к тупую. А не в капитализме, абстракционизме, прогрессизме, постмодернизме, трансатлантизме, бомбоцентризме, фиджкоцентризме и так далее. Как говорил Илья Соснова, последний эгофутурист, говори о себе, ты давно не будешь умнее тех хитрых. Как вы думаете, могли бы новые тупые существовать сегодня? Отчего нет? Это зависит от желания самих тупых, а не от сегодняшнего дня. Присутствие в культуре вовсе не заключается в стоянии ног на Красной площади, на лобном месте. Думаю, тупые нашли бы способ присутствия вне зависимости от сложности ситуации. Вот когда они все выйдут на пенсию и снова будут бедными и несчастными, свободными и тупыми, тогда уж точно снова сомкнут ряды. Но можно проверить и сейчас. Если моя песня пройдет с назором, значит, тупые могли бы и сейчас существовать. А если нет, то ответ формально будет тоже отрицательным. Вот эта песня. Мы ее обычно исполняли с Лягиной, бродя по Питеру. Вот и лето, блядь, прошло, словно, блядь, и не бывало. На пригреве, блядь, тепло, только этого, блядь, мало. Подопрасно, блядь, не зло, ни добро, блядь, не пропало. Все горело, блядь, светло, только этого, блядь, мало. Жизнь брала, блядь, под крыло, берегла, блядь, и спасала. Мне и вправду, блядь, везло, только этого, блядь, мало. Веток, блядь, не обожгло, листьев, блядь, не обломало. Все горело, блядь, светло, только этого, блядь, мало. Субтитры создавал DimaTorzok